Всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Дарина, я практикующий психолог. Если вы интересуетесь психологией, любите музыку, то, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Сегодня мы слушаем интервью с Чунгуком. Давайте посмотрим, и все подробности будут позже. Я добавлю все свои комментарии. В прошлый раз мы смотрели интервью с Техёном, и так как этот формат вам понравился, и вы попросили продолжить, то, соответственно, я выбрала интервью уже Чунгука. Она очень интересная, про сказки. Среди нескольких вариантов я понял, что эти подходят мне больше всего. Первой я выбрал сказку «Три поросенка». Шутка. Но мне казалось это неправильным, поэтому пока я искал, в голову мне пришел Питер Пэн. Я спросил у мемберов, выбрал ли кто-нибудь Питера Пэна. Мне ответили «нет», поэтому я выбрал его. Я особо не сосредотачивался. Я прочел Питера Пэна, прежде чем пришел сюда. Я прочел эту сказку. Я попытался выразить эти чувства, выразить детскую невинность на съемках. Я не уверен в нашем сходстве с Питером Пэном, но я думаю, он очень радостный и светлый в душе. И он сражается с плохими парнями. Я думаю, это делает его отважным, неравнодушным и сильным характером. Я не сильный, но я бы хотел стать таким же, как он в этом плане. Да, я хотел бы стать таким же, как Питер Пэн. Я освежил свои знания. Я прочел эту сказку, прежде чем прийти сюда. Поэтому сам Питер Пэн и есть самый запоминающийся герой. Но я подумал о Фее Динь-Динь, которая ревновала к Венди. И поэтому Венди... Это же Венди, да? Венди была разбита, ей причиняли боль. Я не уверен, но эта сцена засела у меня в голове. Почему ты это делала? Фее Динь-Динь, я думаю, что классно, что у истории был хороший конец. Мне понравился рассказ не только из-за хорошего конца. Мне понравилось, потому что я смог прочитать простую и веселую сказку за столь долгое время. Что касается Питера Пэна, в реальной жизни я бы хотел летать. Я был счастлив, воображая, когда прочитал эту сказку. Мне не хочется изменять конец. Я не хочу изменять оригинал и просто хочу оставить все как есть. Я больше любил играть и валять дурака, чем читать книжки и рассказы, когда я был ребенком. Кроме того, у меня не так уж и много детских воспоминаний. Так что я не читал много сказок. Какой-нибудь момент из Питера Пэна. А есть также много других версий. Я читал одну блестящую книгу с иллюстрациями. Она не была детской, и мне она очень понравилась. Может, потому что я молод в душе, но мне все равно понравился Питер Пэн. Если у вас есть возможность, то прочитайте эту сказку. Есть короткое семиминутное видео, а также есть длинное девятнадцатиминутное видео. Это весело. Посмотрите, пожалуйста. Это может быть лишним вопросом, но порекомендовали бы вы Питера Пэна в качестве своей любимой сказки? Нет. Питера Пэна я выбрал, потому что он подходит мне по духу. Но я могу порекомендовать одну. Пастух и ткачиха. Она разбивает сердце. Это очень сентиментальная, грустная история. Романтическая, как бы это сказать. Я бы порекомендовал пастух и ткачиха. Простите. Пастух и ткачиха. Вода, телефон, еда, человек, кто-нибудь веселый, радостный. К примеру, армии или мемберы. Мне просто нужны люди. Я бы мог встречать многих людей с момента их рождения и последующих дней. Верно? Так что я мог бы видеть их первым и последним. Мог бы быть таким человеком, который может видеть кого-то с первого дня и до последнего. Армии и BTS. У них были свои счастливые и грустные дни. Но они всегда были друг у друга. На своем пути они преодолевают все, что может им встретиться. Могу я сочинить что-то подобное? Хорошо. Тогда я отправляю свое сообщение. Я не буду плакать и получу свой подарок. Это того стоит. Так я буду вознагражден. Но я любопытный человек и я хочу открыть ее. Но эта тыква огромна. Это будет немного пугающе, потому что она такая огромная. Поэтому я не буду ее открывать. Мне не нравится, когда она меня давит. Так что я уйду пораньше. Я скажу правду. Для этого нет причин. Я просто думаю, что лучше сказать правду. Я в положении черепахи, верно? Вроде заяц дразнит черепаху вначале, не так ли? Тогда я не буду будить заяца. Я буду вести себя тихо. Принцу она не нравится такой, какая ей есть. Разве не так? Хорошо, окей. Так как я... Это то, кем я являюсь. Думаю, я хотел бы встретиться с кем-то, кто полюбил бы меня так же, как и я его. Я выберу быть богатым с временными трудностями. Мне немного трудно, когда у меня так много времени. Вероятно, это может быть связано с моей работой, но... Это немного трудно для меня. Итак, лучше я буду богатым, но с временными трудностями. Теплее не станет, если я зажгу одну спичку. Но я все же буду зажигать их поодиночке. На всякий случай. Я хочу быть вечно молодым, как Питер. Это ведь лучше быть молодым, не так ли? Существуют различные стили баллады, а также различные стили хип-хопа. Тем не менее, я выберу стиль, связанный с хип-хопом. Хорошо, спасибо. Интервью закончено. А, спасибо, что уделили время. Спасибо, спасибо. Короткое интервью. Вот мы с вами просмотрели. Оно очень короткое, но довольно-таки сущностное. Я бы даже сказала, такое исчерпывающее и очень хорошо отражающее его возраст. Так как он очень еще юный, да, 23 года. И есть то, на что нужно обратить внимание. То, что, я бы даже сказала, меня удивило и приятно порадовало. Но нам нужно это интервью разделить на три части. Они очень важны, чтобы все в кучу, да, не смешать. Для ясности я поясню. Значит, мы сейчас сделаем акцент на самой сказке Питер Пен. Дальше мы обязательно должны обсудить выбор самого Чунгука, то есть сказку Ткачиха и Пастух. И уже непосредственно ответы на вопросы. Вопросы, кстати, были очень хорошие. Они дополнительно раскрыли личность Чунгука. Ну что ж, давайте начнем обсуждать сказку Питер Пен. И так как он сам ее выбрал, но я так предполагаю, что он выбрал ее из определенного списка. То есть ему дали какой-то список, да, и он, соответственно, выбрал. Потому что в этом списке не было сказки Ткачиха и Пастух. Так как в итоге он посоветовал именно его любимую сказку, да, почитать своим поклонникам. То, что касается Питера Пена, она невероятно отражает его такую профессиональную жизнь, где ребята, все участники группы BTS действительно оказались в сказочном мире, в некой Натландии, когда их разделяет мир шоу-бизнеса и реальный обыкновенный мир. И, конечно же, по своей профессиональной деятельности они вынуждены, да, остаться в этом сказочном мире, где бесконечные съемки, концерты, гастроли. И это действительно напоминает сказку, где время останавливается. Там совсем другие правила игры, другая жизнь, и она действительно сказочная. Вы знаете, как театральная жизнь – это совсем другой мир. Но на минуточку, если мы разбираем сказкотерапию, да, вернее, сказку Питер Пен с точки зрения сказкотерапии, то, конечно же, мне нужно упомянуть, что Питер Пен – это тот мальчик, который отказывался взрослеть. Более того, у него не было тени. Если кто-то внимательно читал сказку, тот помнит, что у него отсутствовала тень, да, и он никогда не мог вернуться в мир обыкновенных людей. Можно даже сказать, что это был мир других, другой параллельной реальности, да, или же мир духов, потому что, или волшебный мир, так как все человеческое им было несвойственно. И поэтому Венди как раз-таки не смогла вернуться, да, уже в дальнейшем, так как она повзрослела и жила в человеческом мире. Если мы вернемся к Чунгуку, да, что он считает себя вечно молодым, да, но он сейчас юн, ему всего лишь 23 года, и, конечно же, он сейчас мыслит в соответствии со своим возрастом, то есть ему хочется остаться в этом детстве и в этой юности, в беспечности, в кавычках, конечно же, он понимает, что такое рациональность, и этому подтверждению будут ответы на вопросы, которые ему зададут. Просто хотелось как бы напомнить, да, что их мир очень сильно напоминает вот этот сказочный мир на Итландию. Также Чунгук упомянул конфликт между Венди и Диньдень, то, что ему не понравилось в этой сказке, скажем так, смутило его, и это некий показатель, что он избегает, да, конфликтов, он не конфликтный человек, он такой миролюбивый, гуманистка, скажем так. И с одной стороны это, конечно же, хорошее качество для любого человека, да, такое миротворчество, но с другой стороны во взрослой позиции, когда мы психологически взрослеем, мы понимаем, что конфликтов невозможно избежать, и нужно просто учиться их грамотно решать. И об этом можно снять целое отдельное видео, даже здесь целая наука, конфликтология, вот, и, соответственно, сейчас я не буду в эту тему углубляться, просто мы заметим, что он не любит конфликтовать, да, это его немножечко расстраивает, и даже, скажем, ему некомфортно, он не чувствует себя в этой области уверенно, что также может свидетельствовать о его раннем возрасте, то есть, напомню, ему всего лишь 23 года. Давайте теперь обсудим вопросы и ответы, и во всех вопросах, вернее, во всех ответах он невероятно четко, скажем так, подчеркивает, подтверждает свою рациональность, трезвость и, как ни странно, зрелость, то есть те испытания, которые он прошел на протяжении этих 8 лет, они, конечно же, его очень сильно закалили, и в Чунгуке словно живут две субличности, одна из которых очень такая ранимая, трогательная, детская, нежная, да, часть, я бы назвала это центром или ядром психики, а внешнее его проявление, оно очень ответственное, очень рациональное, еще раз повторюсь, и такое зрелое, да, потому что его все ответы были очень разумными. Также нам нужно, так скажем, подчеркнуть его стремление быть молодым, а это некое понимание, что я хочу нравиться людям, да, нравиться себе, и это свойство большинства людей, которые живут публичную жизнь, такую медийную, да, для него это крайне важно. И это еще раз подчеркивает, что в Чунгуке есть две очень несовместимые вещи, то есть это его, сейчас скажу такое страшное слово, но не пугайтесь, это просто термин в психологии, шизотипичность, да, акцентуация такая, то есть это не, ну, просто термин, то есть он указывает, объясняет, что он довольно-таки закрыт, да, очень как бы любит уединение спокойствия, да, это его ядро, тот его внутренний мир, он довольно-таки замкнутый, но при всем при этом его внешнее проявление будет очень активно социальное, и он, конечно же, ждет обратной реакции, что о нем подумают, то есть это такое желание представить свое мастерство, свое искусство, свое творчество на суд общественности, и именно эти два качества делают его артистом, потому что если бы он был полностью шизотипичного характера, да, акцентуация была бы полностью такая, то, конечно же, бы он не пошел в артисты, потому что люди с шизотипичным типом личностей, они, как правило, не медийные, но в Чунгоке совмещаются очень интересные, абсолютно полярные качества. Давайте сейчас еще обсудим обязательно выбор его личной сказки, это сказка про ткачиху и пастуха, если вы ее не читали, не читали, то прочтите, пожалуйста, она будет крайне интересная, в ней содержится легенда, или же, скажем, описание созвездий, между Млечным путем есть две звезды, и даже себе их выписала, это звезда Альтаир и Вега, и между ними проходит Млечный путь, и вот издревле люди придумали красивую легенду или же сказку, описывающую их путешествия, их приключения, что же произошло с этими звездами, почему их разделило целый Млечный путь. И сказка, невероятно, как сказал Чунгок, очень сентиментальная, разбивающая сердце, потому что это сказка про влюбленных, которых разлучила Небесная Царица. Я не буду пересказывать саму сказку, прочтите, она короткая, но очень увлекательная. Что мне нужно добавить? Ну, во-первых, по мотивам этой сказки был создан, наверное, издревле уже целый праздник, праздник влюбленных его называют. В Китае этот праздник ЦСЦ называется, а в Корее этот праздник называется Чилсок, и люди празднуют как День влюбленных. Еще этот праздник называют День седьмой сестры, потому что он празднуется седьмого числа, седьмого месяца. Обратите, пожалуйста, внимание, что ребят семь, и как ни странно, такая магия цифры, номера, что ребят семь, их цифра везде преследует, это семь, и он даже выбрал такую сказку с седьмым днем седьмого месяца. Что мне хочется добавить к этой сказке? В этой сказке, если человек выбирает подобный тип сказок, то это показатель невероятного желания, стремления к максимальному, скажем так, качеству и получать от жизни самое лучшее и делать для этого все, то есть вложить максимум усилий, чтобы получить самое драгоценное. То есть такие чистолюбивые люди и готовые совершать поступки, трудиться на достижение именно той недостижимой мечты. То есть это очень хорошо показывает нам, демонстрирует, что Чунгук невероятный мечтатель, но в то же самое время он готов ради своей мечты вложить очень много усилий. То есть вот эта крайняя степень трудолюбия и концентрации, что свойственно на минуточку, не всем людям. То есть наш обыкновенный уровень трудолюбия, скажем так, на точке нормы, да, то есть мы трудимся, потом устаем, и мы как бы компенсируем 50 на 50 или там 60. Но люди с таким складом ума и характера, как Чунгук, они готовы максимум отдать всего в себя, да все свое здоровье, вот просто на грани ради достижения вот той невероятной мечты, как говорится, дотянуться до небес. И в этой сказке вот этот трагизм описывает, как бы характеризует то, что пастух, который хотел достичь своей мечты, своей возлюбленной, да, которая была на небе, сделал все для этого. И несмотря на то, что их разлучили, и они могли встретиться, возлюбленные, только один раз в год, вот в этот седьмой день седьмого месяца, да, благодаря птицам, еще его праздник называют Сорочий мост, когда сороки или птицы выстраивают этот мост, и влюбленные встречаются. То есть как будто бы Чунгук говорит, я готов терпеть, работать, ждать. Кстати, эти люди с таким складом характера, конечно же, невероятно терпеливые, да, вот та надежда, про которую они очень много раз поют в своих песнях, конечно же, они дождались. То есть обычные люди как раз-таки нетерпеливые, да, то есть наши попытки обрываются очень рано, то есть наше терпение, наши усилия довольно-таки крошечные по сравнению с таким типом людей, как Чунгук, который готов вот максимум вложить в себя, ждать, терпеть, но обрести вот этот контакт со своей мечтой, дотянуться до своей звезды. И эта сказка невероятно красиво описывает его представление о мире, да, о своих внутренних ценностях, которые в нем заложены. Ну что же, ребята, если вам нравится такой формат, то мы можем продолжить и дальше слушать интервью, ребят. Присылайте, пожалуйста, свои ссылки, пишите свои комментарии. И на минуточку хочу добавить, что если вы новенький на моем канале, да, то заходите на канал, там очень много реакций на группу BTS и также на других артистов. Есть также видео по психологии, если вам интересна именно психология. Я буду постепенно заполнять и этот плейлист. И если у вас возникают вопросы, то, конечно же, пишите мне либо напрямую в Директ, в WhatsApp или же в комментариях. И я хочу сразу добавить, не обижайтесь, если я вам не отвечаю, да. Во-первых, у Ютуба есть с этим проблемы, некоторые сообщения я не получаю, либо мне не удается почему-то ответить вам, какие-то сбои в программе, и такое тоже случается. Вот, если есть острый вопрос, напишите мне в WhatsApp. Я отвечаю все всегда на связи. Спасибо, что вы были со мной. Всего вам доброго и до следующего видео.